Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Ольга Даранова. Ольга Николаевна Даранова – ученый-секретарь Дворца книги, заслуженный работник культуры Ульяновской области, член Союза писателей России, председатель Крамзинского фонда. А еще совсем недавно Ольга Даранова избрана новым руководителем Ульяновской писательской организации. Сегодня Ольга Даранова – наш гость. Добрый день, дорогие друзья! В студии Ольга Даранова – ученый-секретарь Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки, член Союза писателей России. Я рада вновь встретиться с вами, дорогие ульяновцы. Сегодня наш разговор пойдет о литературе, о творчестве, о Гончаровских днях и, конечно, о нашей писательской организации. Сентябрь – очень поэтичное, очень красивое время года. В этом году по сложившейся ситуации Гончаровские дни у нас перенеслись с июня на сентябрь. И приуроченные к 208-летию, со дня рождения нашего земляка, писателя, чьим именем мы очень дорожим, Ивана Александровича Гончарова. И, что бы еще мне хотелось сказать, состоится литературное собрание. Разговор будет продолжен, я думаю, что вернее сказать это слово, продолжен о литературе, поскольку Ульяновская область – литературный регион, регион, который богат своими литературными традициями. Об этом мы все знаем, мы живем на этой земле, на симбирской земле, овеянной тенями великих предков. Мы действительно родина талантов. Об этом не забывает говорить всегда и наш губернатор Сергей Иванович Морозов. Это действительно так. Мне хотелось бы тоже рассказать о нашей писательской, на этом собрании, о Ульяновской писательской организации. Так, чтобы это прозвучало не скучным отчетным докладом. Что мы сделали, чего мы достигли. Наша организация, кстати, в будущем, в 2021 году исполнится 70 лет. Со дня ее образования 25 июня 1951 года. Я, когда готовилась, поймала себя на мысль, что вот ульяновские авторы, ульяновские писатели всегда знали, любое поколение, поколение 19, 20, 21 веков, они всегда знали, на чьей земле они живут, на какой земле они живут. Вот мы очень часто повторяем имена Карамзина, Гончарова, Языкова, Садовникова, Азнобишина, Минаева и многих других, естественно. Я сейчас говорю именно об именах в литературе, да, это великие классики, мы любим и дорожим. И эти слова не должны быть затертые, мы должны понимать, что мы берем от них. Благородство, Карамзина, честность, его вот истинное служение Отечеству, оно ведь отразилось и на его творчестве, и на всех его трудах. Вот Иван Александрович Гончаров, это мыслитель, это необъятное поле русскости, русского характера, русского образа жизни, русской мысли. И я могла бы, наверное, Садовников, это Волга, это вот наша неповторимая природа, это песня русской души. Мы переходим в век 20-й, и мы также, наши замечательные писатели, я просто чуть-чуть хотела заглянуть. Мы знаем, что организация была создана Григорием Коноваловым, известным российским писателем. А поэты-фронтовики, какие были у нас интересные, какие могучие, какие стихи, мы тоже о них помним. Это и Николай Краснов, и Рябинин, это и Николай Левентов. Конечно, Николай Николаевич Благов, это глыба, это волжский богатырь, это неповторимое по красоте слово, по красоте и образности слово. Это уровень, на который равнялись, который был учителем многим нашим авторам, которые пришли позже. Это Анатолий Жуков, его прекрасный роман «Дом для внука», который в свое время также очень высоко был оценен критиками. Мы должны это знать, это помнить. Это прежде всего высокая гражданская позиция, которая необходима в наши дни. Какие бы новшества ни были, какие бы изменения ни происходили в формах чтения, новые форматы приходят, новые идеи. Но есть неприходящие моральные и нравственные ценности, без которых литература как таковая не может быть. И мы должны об этом помнить. Это, конечно, и Владимир Пырков, это и Евгений Мельников, это и Геннадий Иванович Демин. Их много, слава богу, много еще и ныне живущих, которые в строю, которые в нашей писательской организации. В нашей писательской организации сейчас 48 членов, 48 человек. Это люди разного возраста. Но это дружный коллектив, который ценит общение, который ценит дружбу, который старается быть вот этой литературной ячейкой нашего края. Вот я хочу даже еще раз обратить внимание на этот сборник, который вышел в прошлом году, выпустила его наша писательская организация. В рамках областной программы продвижения чтения и поддержки книгоиздания называется он «Симбирская пристань». Вот все 48 авторов здесь у нас под одной крышей, так сказать, вот этой книжной, собрались. Все они люди разных профессий, разного возраста, разного, может быть, миропонимания, мироощущения. Но я думаю, что душа поэта, она едина. Это родина прежде всего, это любимый край, конечно, это любимое место, где мы живем. Это Волга, все здесь есть, все здесь присутствует, начиная с обложки. Вот наша неповторимая река, река, символ России, Волга. И прекрасные всем памятные слова Николая Николаевича Благова. И когда тебя втянет в простор этот синий, и когда ты с рекою, бессмертный, родной, только выдохнешь, Волга. Только скажешь, Россия, да умоешься вечно живою водой. Вот эту вечно живую воду каждый пытается найти в своих строчках. И люди разного возраста, от фронтовиков, от Евгения Степановича Ларина, которому уже далеко за 90, он жив, бодр. И мы рады, что он в строю и продолжает творить. И до молодых наших авторов, Александра Дашко, Мария Богдан, Алина Осокина, все они здесь нашли свое, все они здесь есть. Помним и ценим все наши почетные статусы нашего региона. Конечно, что и мы самый читающий регион, литературный флагман России. Мы еще литературный город ЮНЕСКО с 2015 года. А это большой простор для уже того, чтобы заявить о себе не только региону России, но и миру. И мы рады этим контактам. Мы с удовольствием открыты им. И вот есть такой мировой опыт, писательские резиденции, они есть в разных городах по всему миру. Кстати, мы первый российский город в сети креативных городов ЮНЕСКО, вот в сети, в семье литературных городов. Именно Ульяновск первый литературный город. И к нам на все наши форумы, совещания приезжали представители Словении, писатели Словении, Новой Зеландии. И очень комфортно себя здесь чувствовали. И попытались понять, так сказать, душу, может быть, нашей земли, если это громко сказано, но тем не менее, специфику. И как-то отразить ее в своем творчестве. То есть мы стараемся налаживать вот эти контакты. И тоже строим. И у нас есть и своя писательская резиденция. И сейчас вот и детская резиденция создается при областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова. Ну, позвольте, я хочу еще сказать о том, что есть прекрасный журнал. Еще раз его покажу. Два журнала, о которых знают в нашем регионе, знают за пределами. Это журнал «Симбирск», литературный журнал «Симбирск». Здесь мы имеем возможность выразить себя. Здесь мы публикуемся. И здесь мы находимся в большой семье писателей. В большой дружной семье. Вот нет возможности многим поездить, побывать в соседних регионах, побывать на крупных масштабных книжных ярмарках и форумах. А у нас есть журнал, который вестник этого, вестник всего, что происходит. И мы открываем его, просматриваем и видим и своих коллег, друзей, которые живут с тобой на одной земле. И видим тех, с которыми ты встречался и встречаешься с ними как с добрыми друзьями. Ну, осталось время для чтения. Я позволю себе немножечко прочитать из своих новых стихов. Поэтому вот у меня они в распечатках. Они еще ждут своей публикации. Я надеюсь, что выйдет книжечка. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня вышла в скором времени еще одна книжка, поэтическая книга. Я сейчас над этим работаю, собираю материал и хочу зачитать несколько стихотворений. Но начну я все-таки с темы, которая сегодня нас объединяет, сближает. Это гончаровская тема. И у нас 27 сентября день памяти гончарова. Мне хотелось бы сегодня зачитать фрагмент из новой поэмы «Гончаров». Поэма еще пишется. Я над ней работаю. И тем не менее, вот небольшой фрагмент я прочитаю. Сад мокрый, спать бы безмятежно. Уныла милая ее доль. С рассветом обручем железным сковала головная боль. Он много видел. Годы просят уединиться на покой. Летая стекшей, доносят минувшего невнятный рой. Но день наставший, милость Бога. Жилет, сюртук, часы к столу. Себе приказывает строго. Мимишка дремлет на полу. Ждут письма. Утро ответить Каткову, Майкову и ей. Трейгутов ласковые дети уже глядят в пролет дверей. А после завтрака на Невский прогулка утренней порой. Промытые дождем до блеска сияют камни мостовой. Осенний день. Глядит он долго в границы Невских берегов. А где-то там, в Симбирске, Волга. И снег уж выпал на покров. Тоска, тоска. Всю жизнь мы ищем Других людей, иных красот. Мы недовольны днем и пищей. Нас манит стран круговорот. А не напрасно ли хлопочем? Вот ведь куда ни уезжай, Душа к насиженному хочет. Милее ей привычный край. Влекут родительские дали. Там негой полнилась душа. Там без заботы и печали. Тянулись дни, как лист шурша. Он помнит детские прогулки, Стрегубовом, дремоту дней, Сады Симбирска, переулки И пух высоких тополей. Родного города неспешность, Его святую простоту. И фарту горничный, Чья внешность Вся излучала чистоту. Под стук колес и скрип рессоры, Дорогой в дрему погружен он, Думай, в прошлое, в ту пору, Когда был юным возвращен. Но даже там, за гранью жизни, Пусть будет день свидания с ней. Любить ее, любить отчизну, Не разделив кого сильней. Нам не постигнуть этой драмы, Лишь слово доброе сказать. И стоя у оконной рамы, Его тоской затасковать. Это фрагмент из поэмы Гончаров. Ну и сейчас осень, сентябрь, Золотое время, поэтическое время. Я прочту несколько своих стихотворений. Ну, тоже они, наверное, я думаю, Может быть, войдут в сборник. Сначала летнее стихотворение. Оно написано еще летом перед грозой. День полнится жарой, Пылает тело, А ночью душно, и горят глаза. Осыпалась малина, переспела, И просится одно – гроза, гроза. Но солнце сжет, и душно вечерами Все замирает, Камни жар хранят. Выходишь в сад, больными стариками Деревья неполитые стоят. Но колыхнулись в воздухе движенья, Дождем запахло сладкой резидой. И в сердце непонятное волненье Часов старинных на террасе бой. Пахнуло густо лилиями, Влагой свежо запахло молодой ботвой. В беседке ветер зашумел бумагой, И штору выгнал крепкую дугой. В верхушке яблонь зацепили тучи, И слышен грома перекатный ход. Сад полон звуков, шелестов певучих, Сверкнула молния, гроза уже вот-вот. У этого крыльца, под этой старой крышей, Вымысленно всегда, до самого конца. Здесь то, что проросло, И что дано нам свыше, От колыбели дней до смертного венца. Бессонница давно, подруга вам, и мука, И сон придет лишь в час, как выпадет роса. А ночь напомнит нам, что временно разлука, И ясно зазвучат ушедших голоса. Подробность обожжет, изъятая из плена, Спрессованных годов, как из скалы росток, И яркостью затмит все краски во вселенной, И будет эта боль, живительный глоток. Вы вспомните траву, искри по половице, И в сенях керогаз, ведь он был член семьи. И керосина дух не раз еще приснится, И запах этот, боль, исчезнувшей земли. И вам не распознать, слезы тубек, дождя ли, У слезы и у дождя теперь один, Исток. Вас приютит земля, где вы когда-то знали, Как пахнет тем дождем пропитанный листок. Там узкая река, и птицам там раздолье, А зеркало воды так тихо и светло. Там дерева густы, и ветвы их так вольны, И бережно реки касается весло. Там вечера густы, полынны и певучи, Малиновый закат, как пламя на холсте. И карагач молчит на каменистой круче, Как верный страж границы на родовой версте. Укройся малиновым пледом, прохладные дни настают За царственным августом следом, Обрящим в сентябрьский приют. И на изумрудные травы Падет золотая листва, И будем мы в нежности правы, Слагая прощанье слова. Прощанье и благодаренье За лето и россыпь цветов, За августа благоволенье И щедрость осенних даров. Сентябрьское солнце недолго, Оно в переливах ветров, И вот уже хмурится Волга, А там не заметишь покров. И клео застынет в смиренье, В безмолвии долгой зимы, И в сквере на древней сирене Снега будут тяжко немы. И эти симбирские склоны Люблю я до боли, до слез, В цветущем наряде зеленом И в обнажении берез. Ну и, если позволите, я, наверное, завершу. Вот, наверное, все-таки Пушкиным. Пушкиным хотелось бы завершить. Здесь, в этом сборнике, была моя поэма. В сборнике «Симбирская пристань» опубликована поэма Болдина. Она написана по впечатлениям поездки в Болдина, Родовое имение Пушкина по линии отца. Но было очень много мыслей, много чувств, впечатлений, Которые сложились и вылились вот в строчки. Я фрагментарно прочитаю. Я еду в Болдин, и снова стоит осенняя пора. Вот поворот на Кистенева, а вон знакомая гора, Господский дом, горбатый мостик, часовня, Старый парк, пруды, и время вспять, И снова осень, и манит прошлого следы. Мне здесь покойно, здесь я дома. Не шелохнется гладь пруда, Софьяном пушкинского тома Расцвечена времен гряда. Иду березовой аллеей, Просторно глазу, Даль чиста. Вдали нарядно храм белеет, И тихо лист летит с куста. А в доме сумрак, тени длинные, Луч золотится на полу. Портретов череда старинных Иду к ломберному столу, Чернила четкие, его строки, Рисунки, выморанный лист, И вензель размах широкий, Как злой пурги протяжный свист. Обитель скромная, Оконце, шкаф с книгами, Бюро, диван, потоком утреннего солнца Наполнен день, что Богом дан. Как в ту неотнятую осень Поэта в дальней стороне, Где одиноко стынет озень, До версты долгие по дне. Я в заключение Еще прочту Окончание поэмы В последний раз судьба дарует Поэту творческий приют. В последний раз октябрь ликует И клёна златы листьев льют. Грозит семейство разоренья, Хлопот хозяйственных несчесть. Он едет в старое именье Спасти родительскую честь. В углу усадебного парка В конторке ботчиной живет. Дрова в печи пылает жарко, В синях дворовая поет. Он мыслит капитанской дочкой, В конторке черновик лежит. Но бремя дел сулит отсрочку, И день без творчества бежит. А Волдина в душе осела, Оставить свет мечтает он, Забрать семью зимой белой К родным могилам на поклон. Но непреклонен царь, Свободным поэту быть не суждено. Прощай, родимая природа, Прощай, родное Волдина. Идет в лучинник он все дальше, Глуперощи, где заросший пруд, Шуршит прощально лист опавший. Прощай, осенний мой приют. Здесь я был рад предаться неге, Уюта и домашних дел. Я мирно жил, и в резвом беге, Строки я много преуспел. Теперь мой путь домой, в столицу, Там ждет любимая семья. Прощайте же, родные лица, Увижу, Львов, день тебя. На утро лошади готовы, Прощальный взгляд на старый дом. Из снега первого покровы Легли на древний отчий холм. В догонку осень Ветер листья косит, И словно в долгом райском дне Осталась болзинская осень В нижегородской стороне. И колокольца, звон хрустальный Нам чудится через века. И профиль четкий и печальный Доносит времени река. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Я благодарю, что вы слушали меня, что мы были вместе. До свидания. Мы благодарим Ольгу Николаевну за участие в нашей программе. Много лет она работает во Дворце книги. И по праву может сказать Книги – это моя жизнь. Но она сама, чуткий, тонкий автор, поэт. В ее стихах слышна флейта осени. В ее стихах звучит любовь К родному краю, К родным, дорогим людям. Мы рады были сегодня представить вам творчество Ольги Тарановой. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok